Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Накануне женского дня настоящие мужчины тоже получают подарки. Человека, который не смог пройти мимо, спас женщину от насильника, сегодня наградили полицейские. К нам прибыл ревизор. Городские власти проверили, насколько качественно рабочие устраняют дорожные дефекты. Реабилитировать себя в танце московские хореографы научат самарских коллег работать с людьми с разными формами инвалидности. Полпредпрезидента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич провел в Самаре сразу два совещания. По социально-экономическому развитию муниципальных образований региона и по вопросам импортозамещения. Самарская область стала шестым регионом, где проводятся подобные масштабные совещания. Обсудили вопросы эффективности работы управляющих компаний, дорожного строительства, оказания медицинских и образовательных услуг, а также проблемы предприятий региона. Особое внимание уделили ситуации, сложившейся на предприятии Автоваз-агрегат. В нами совместно с губернатором области была проведена системная работа. В этой части правительство региона приняло необходимое решение по оказанию социальной адресной помощи работникам уволенным и работникам, которые находятся в простое сегодня. Предполагается и единовременная трехмесячная материальная помощь. Я думаю, что те обязательства, они письменные, график представлен тоже письменный. Они этот график выдержат, потому что в противном случае им терять намного больше, чем выплачивать эту зарплатную плату. Подробности визита полпреда президента ФПФО Михаила Бабича в Самару смотрите в наших следующих выпусках. Вода на подходе. Городские службы готовятся встретить весенний паводок. Ожидается, что крупные и мелкие реки оживут в середине марта. Несмотря на то, что в этом году по сравнению с прошлым в Самаре осадка выпала на 30% больше, власти заявляют, ситуация под контролем. Как противостоять большой воде, расскажет Алина Чемерес. Плюсовая температура днем, минусовая ночью. Такие погодные условия идеальны в период паводка. Вода не успеет залить большие территории. В этом году активный разлив рек ожидается в 20-х числах марта. Уровень паводка в Самаре зависит в том числе от Жигулевской ГЭС. Чтобы не затопить города и села, на станции воду сбрасывают строго по графику. По данным экспертов, если уровень воды в Волге поднимется выше 31,5 метра, река может вылиться на близлежащие кварталы. Но такого еще не случалось. Еще один источник паводка – снег, который тает и стекает во враги и ямы, и затапливает дома и подстанции, что стоят уровнем ниже. В первую очередь во власти водной стихии оказываются Куйбышевский и Кировский районы Самары. В сложный период все городские службы и управляющие компании в полной готовности. Откачка воды – это раз. И второе, если есть необходимость перекрыть куда-то доступ воды, мешки с песком, щебень – это все есть, это все будет проверяться 15 числа. Вплоть до того, что лопаты проверяем у управляющих компаний, есть они или нет. Для того, чтобы можно было вовремя забрать этот песок, завести этот щебень, засыпать какую-то речку, которая потекла не туда, куда ей надо идти. Во время паводка в зоне риска в первую очередь частный сектор. Чтобы вода не попала в дома и не затопила подвалы, жителям советуют быть ответственнее и самим убирать снег, который может стать источником неприятностей. Алина Чемерес, Алексей Золотенков, События. Качество самарских дорог проверила специальная комиссия. Теперь подрядчики, которые допустили дефекты во время ремонта, должны устранить все разрушения, как только позволит погода. Кроме того, в это же время начнется и комплексный ремонт нескольких крупных улиц. Как решается дорожный вопрос в Самаре, расскажет Валерия Макарова. Улицу Антона Овсеенко в ее нынешнем состоянии самарцам лицезреть осталось недолго. Как только средняя температура за сутки станет плюсовой, то есть предположительно в начале мая, здесь стартует комплексный ремонт. Это значит, что старый асфальт срежут и на его месте появится современное дорожное полотно. Также обновят тротуары, бордюрный камень, газоны, дорожные знаки. Всего на ремонт потратят 217 миллионов рублей. Работы, говорят специалисты, много, поэтому выполнять ее будут поэтапно. Так уже в прошлом году отремонтирована дорога-дублер Антона Овсеенко. Теперь очередь за основной. Полностью преобразиться улица должна до 30 октября 2016. Улица Антона Овсеенко не видела комплексного ремонта еще с советских времен. В прошлом году руководством города было принято решение о включении данного объекта в план комплексного ремонта для полноценного восстановления этого важного объекта для городского круга Самара. Комплексный подход уже доказал свою эффективность. В прошлом году по такой же схеме обновили улицу Агибалова. В марте 2016 она успешно прошла инспекцию. К ней нет ни одной претензии по качеству. Другой вердикт вынесли участку на улице Мичурина от улицы Чкалова до проспекта Масленникова. Его ремонтировали в 2013 и хотя гарантия на работу составляет 5 лет, дефекты появились раньше. Подрядчика обязали их устранить. В обследовании, проведенной в марте 2016 года, к сожалению, обнаружено разрушение с альтабетонного покрытия на площади около 100 квадратных метров. По факту выявленных разрушений направлены претензии. Будем ждать устранения до 1 мая текущего года. Подрядная организация в рамках гарантийного обязательства обязуется будет выполнить устранение дефектов и разрушений при наступлении положительных температур. По гарантии ремонтировать дороги будут исключительно картами. Так что с наступлением тепла эти магистрали должны полностью преобразиться. Валерия Макарва, Автем Сулайманов, События. Выйти из тени предлагают сотрудники ГИБДД юным самарцам. Школьникам раздают световозвращающие значки, которые на сленге подростков называются фликеры. Прошлогодний осенний опыт показал, если на одежде или сумке есть катафот, то человек на пешеходном переходе ночью становится заметнее, а значит риск ДТП существенно снижается. Сергей Кизоркин рассмотрел новинку. Виктору Макову хоть и 9 лет, но он точно знает, правила дорожного движения нарушать нельзя. Особенно перебегать дорогу в неположенном месте. Она ошибок не прощает, двоек не ставит. В лучшем случае угодишь на больничную койку. Меня научили учителя и мама с папой, ну и все остальные родные. Ну что нужно походить по светофору и по зебрам. В самарских школах сотрудники ГАИ регулярно проводят профилактические беседы о соблюдении правил дорожного движения. На этот раз повезло юным инспекторам шести учебных заведений. Во время акции «Засветись» им читали не скучные лекции, а показали мини-спектакль. Кот Леопольд учил неугомонных мышей, как вести себя на дороге. Чтобы меньше было ДТП, меньше страдали, попадали под машины. После спектакля юные инспекторы получили в подарок коробки с фликерами. Световозвращающие элементы нужно крепить к одежде, сумке, велосипедам и коляскам. Сегодня мы планируем раздать до тысячи. В ближайшее время по Самарской области будет распространено порядка 55 тысяч таких фликеров. По предварительным акциям, проводимым с 2013 года и по разным регионам России, это дает очень хороший эффект. И, конечно, в той борьбе, которую ведет ГИБДД за безопасность на дорогах, это будет сильное подспорье. Фликеры, по мнению экспертов по безопасности дорожного движения, снижают детский травматизм на дороге в 6,5 раз. Это в городе. Они действительно действуют. Водитель за 50 метров увидит пешехода, который, так скажем, обозначен световозвращающим элементом. Если у нас ребенок идет в темной одежде, либо без световозвращающих элементов, то это намного ухудшает, так скажем, видимость. Особенно в темное время суток водитель его может вовремя не заметить и не предпринять меры безопасности. Сельским жителям инспекторы ГИБДД рекомендуют более эффективное средство безопасности – жилеты со световозвращающими полосками. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События. Женщины водят машину более осторожно. Это признают даже сотрудники ГИБДД. Сегодня автоледи пользовались повышенным вниманием со стороны мужчин в форме. Вместо штрафа – букет цветов. О сюрпризах для автоледи – репортаж Ольги Морозовой. Спасибо. Спасибо большое. Поздравляю вас. Международный женский дно. Женщина за рулем – это звучит гордо, особенно в интересном положении. Сюрприз для автоледи приготовили сотрудники госавтоинспекции. Дарят женщинам-водителям хорошее настроение. В преддверии международного женского дня, чтобы, во-первых, порадовать наших милых дам, автолюбителей, которые у нас зачастую меньше нарушают право дорожного движения, чем мужская часть нашего населения. Чтобы наши мужчины, которые, так скажем, видят зачастую девушку или женщину за рулем, всегда адекватно реагировали на те или иные моменты, связанные с управлением транспортным средством. На такое повышенное внимание со стороны мужчин в форме водители реагируют по-разному. Волнение, во-первых, неожиданность. Ну и, естественно, поднятие настроения. Спасибо за то, что у нас такие внимательные, хорошие мужчины. Всем женщинам желаю хорошего настроения, весеннего счастья, здоровья, любви, чтобы мужчины баловали, любили. На 8 марта, чтобы получили только как можно больше положительных эмоций. Если верить статистике, чаще всего за рулем мы, да, мы забываем пристегиваться и включать фары. Еще любим прокатиться с ветерком. Камеры видеофиксации в календарь праздников не заглядывают. А вот сотрудники ГИБДД накануне 8 марта обещают быть более лояльными к автоледи. Ольга Морозова, Григорий Польшаков. События. Кстати, цветов, которые нам подарили, еще подарят. 8 марта опасаться не стоит. Специалисты областного управления Россельхознадзора гарантируют. Они проверили цветочные магазины и оптовые склады области, которые к праздникам наиболее активно заполняются самыми разнообразными цветами. Как местного производства, так и импортного. Хитосанитарный контроль показал цветы в полном порядке. Особое внимание уделяется, конечно же, импортной продукции. Ну и, конечно, отечественной продукции тоже необходимо проверять, для того, чтобы поддерживать ее на нужном уровне. Карантина вредных организм обнаружено не было, что является хорошим показателем. Помочь нельзя пройти мимо. От того, где в этом предложении окажется запятая, зависит многое. Возможно, и человеческая жизнь. В Самаре 29-летний молодой человек необычно отметил свой день рождения. Вместо того, чтобы участвовать в застолье, спас женщину от насильника. О человеке, который уверен, что чужой беды не бывает, репортаж Павла Баймакова. Ольга, так зовут потерпевшую, показывать свое лицо не хочет. До сих пор признается, находится в шоке. Все началось с застолья у подруги, где она познакомилась с 30-летним мужчиной. Когда все стали расходиться, галантный кавалер предложил проводить девушку до дома, но буквально только отойдя от подъезда, накинулся на нее. Первый удар я получила в лицо, с ноги с его. Он начал меня сбивать очень сильно. Снял с себя, штаны с меня начал. Я очень сильно кричала, он меня обил, я захлебывала своей кровью. Минут 10 я кричала ко мне, на крики никто не подходил, хотя это все находилось напротив жилого дома. На мольбы девушки не делать этого, насильник не реагировал. Сил сопротивляться, рассказывает Ольга, уже не было. Как вдруг появился молодой человек. Леонид Цавкин возвращался домой с работы. Как только услышал крики, бросился на помощь. Не разбираясь, я его одной рукой приподнял, отшивнул сюда, ее просто сюда отодвинул, потому что площадка была побольше. Понимаю, что в прямом будет потасовка, что-то завернется. В этот момент он вскочил, одел штаны и начал на меня намахиваться. Борьба длилась недолго. Скрутить преступника Леониду помогли навыки рукопашного боя. Удерживая насильника, молодой человек позвонил в полицию. Сейчас задержанный дожидается суда. А Леонид Цавкин получает награды от начальника самарской полиции. В прошлом году мы поощрили 12 человек, которые принимали активное участие в задержании преступников. Это были лица, которые подозревали в совершении разбойных нападений и грабежей на улицах в общественных местах города. О том, что всю ночь провел в отделении полиции, давая показания, вместо того, чтобы дома отмечать день рождения, Леонид не жалеет. Говорит, что не мог оставить человека в беде. Героем себя не считает, но уверен, на его месте так поступил бы каждый настоящий мужчина. Павел Баймаков, Максим Гусев. События. Экономика сделала небольшой подарок на 8 марта. Какой знает наш экономический обозреватель Андрей Трой. Здравствуйте. Нефть уверенно пробивает вверх отметку 37 долларов на фоне новостей о предстоящей встрече лидеров нефтедобывающих стран. Да, говорится ли ОПЕК с Кремлем – вопрос. Но Ирану и Саудовской Аравии стало ясно, что сверхнизкие цены – это плохой вариант для всех. В итоге сегодня за баррель сорта бренда дают 37 долларов 26 центов, а Центробанк установил курс доллара США на 5 марта на отметке 73 рубля 18 копеек. Евро удержался от масштабного снижения и его курс – 80 рублей 11 копеек. Золото стоит 2991 рубль за грамм, серебро стоит 35 рублей 22 копейки за грамм. Недельная инфляция в стране замедлилась до 0,1%, а в правительстве заявили о необходимости развития малого бизнеса. В который раз уже заявляют. Милые наши женщины, с наступающим вас праздником! Здоровья, красоты и финансового благополучия! На сегодня это все. Удачи в делах! 101 год исполнился со дня рождения первого генерального директора Волжского автозавода Виктора Полякова. Под его руководством предприятие строилось и начинало работу. В 1970 году стартовал серийный выпуск автомобилей, а через 5 лет Виктор Поляков был назначен министром автомобильной промышленности страны. Память легендарного человека почтил губернатор Самарской области. Возложение цветов состоялось у памятника на территории завода. После глава региона встретился с сотрудницами АвтоВАЗа и жительницами Тольятти. Торжественные собрания приурочили к первому весеннему празднику – Международному женскому дню. Представительницам самых разных профессий, рабочих, специальностей – учителям, врачам – губернатор вручил государственные и региональные награды. В своем выступлении Николай Меркушкин отметил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, все социальные обязательства власти будут выполнены. Кроме того, при подготовке к празднованию 50-летия АвтоВАЗа Тольятти преобразится, построит новые дороги, социальные и культурные объекты, благоустроит парки и скверы. На Воложском автозаводе работает самый большой трудовой коллектив в регионе и немалая часть сотрудников – прекрасные дамы. АвтоВАЗ сегодня – это современное предприятие, технологии современные, автоматические линии, конвейеры современные. Мы можем работать абсолютно на европейском уровне. Мы будем АвтоВАЗом гордиться, гордиться городом Тольятти. Сюда будут снова приезжать люди, что это будет завод, это будет центр, все равно автомобилестроение страны. Прекрасных дам с наступающим праздником поздравили сегодня и в Самарской филармонии. На праздничный концерт были приглашены сотрудницы образовательных, культурных и социальных учреждений, работницы сферы жилищно-коммунального хозяйства, депутаты районных советов, ветераны и общественники. На входе их встречали ученики кадетского корпуса с букетами цветов, а в зале ждала концертная программа с участием лучших артистов города и области. От имени администрации Самары женщин поздравил первый заместитель главы города Владимир Василенко. Лучшим представительницам своих профессий он вручил памятные награды и благодарственные письма. А теперь коротко о других темах дня. Вдове погибшего банкира Екатерине Пузиковой, несмотря на протесты потерпевшей стороны, продлили домашний арест до 26 июня. Напомним, в середине декабря прошлого года Самарский областной суд отменил ранее вынесенный приговор, согласно которому Екатерину Пузикову осудили на 7 лет лишения свободы за отравление мужа. Апелляционная инстанция изменила ей меру пресечения на домашний арест. Кроме того, областной суд постановил вернуть уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. С 4 марта изменится расписание движения катеров на воздушной подушке между Самарой и Рождествено. Движение будет осуществляться только в светлое время суток с 7 утра до 18.15 вечера, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие. Отменяются рейсы в 6.45, 18.30, 18.45, 19.00 и 19.15. На ремонт школ и детсадов Самары выделят 150 миллионов рублей. Часть средств пойдет на оплату работ, которые провели в прошлом году. 55 миллионов – на устранение аварийных ситуаций. Речь идет о текущем ремонте коммуникаций, кровли, а где-то и самих зданий. 9 миллионов пойдут на подготовку к сезону детских оздоровительных центров «Салют-2», «Арго», «Болгаренок» и «Заря». Самарский аэропорт «Курумыч» планирует купить компания из Екатеринбурга. Федеральная антимонопольная служба России одобрила продажу. Обе компании находятся в составе холдинга «Аэропорты регионов», который, в свою очередь, входит в группу «Реново». Сделка связана с внутренними процедурами корпоративного управления. В выходные температура воздуха прогреется до 5 градусов. 5 марта синоптики прогнозируют местами небольшие осадки. Ночью температура воздуха составит от минус 3 до 2 градусов. Днем от 0 до плюс 5. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. В воскресенье 6 марта ожидаются аналогичные погодные условия. Танец как лекарство. Могут ли танцевальные па помочь инвалидам чувствовать себя лучше и держаться на равных со здоровыми людьми? Да могут, утверждают общественники, и демонстрируют это на практике. В Самарском дворце ветеранов прошел практический семинар, посвященный танцевальному искусству, как способу лечения и реабилитации. Затем, как в вихре танца стираются границы, наблюдал Андрей Трой. Может ли танец помочь человеку с инвалидностью изменить отношение к жизни и занять в ней свое достойное место? В инклюзивном клубе добровольцев уверены, не только может, но и реально помогает. Танец – это один из самых лучших способов реабилитации. Они изучают движение и механизм танца. Это сильно влияет на их физическое состояние. Они учатся ставить номера, участвовать в конкурсах и побеждать, что прекрасно сосказывается и на их самооценке отношение к жизни и отношение к ним общества. Можно с уверенностью говорить о том, что танец – это самый комфортный способ для людей взаимодействовать друг с другом, показывать свои возможности и просто получать удовольствие. Для того, чтобы поделиться с самарцами своими знаниями в области танцевальной реабилитации, из Москвы приехал известный балетмейстер, танцор и педагог Леонид Тарасов. Его опыт известен не только в России, но и за рубежом. Мы, конечно, видим колоссальные результаты и в плане реабилитации, и в плане развития человека, в плане его какого-то продвижения, припятения статуса. И даже не только для людей с инвалидностью, а для волонтеров, которые в этом участвуют. Они также получают колоссальный заряд энергии, знаний, опыта. Несколько занятий и ученики семинара уже не просто танцуют, но и получают заряд позитива и удовольствия. Это очень полезно. Сюда как бы люди сидят дома, сюда люди приходят, просто не знают друг друга. Пусть даже они не общаются, но они танцуют, взаимодействуют друг с другом. Просто здесь все друг друга общаются, никто никому не стесняется, всем здесь все нравится. Семинары по танцевальной реабилитации в Самаре будут продолжаться. Возможно, эта самарская практика выйдет на международный уровень. Андрей Трой, Константин Головин. События. Время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Весеннюю часть чемпионата страны крылья советов начинают в Мордовии. Самарские паралимпийцы привезли с чемпионата России 11 медалей. Баскетболист Самары сыграл в матче молодых звезд. Самарец сыграл в первом матче молодых звезд российского баскетбола. В Москве на паркет вышли две сборные команды – Единой молодежной лиги и Ассоциации студенческого баскетбола. В основной состав сборной единой лиги попал и нападающий Самары Даниил Сенегубов. За него проголосовали тренеры команд-конкурентов. В премьерном матче волжанин набрал четыре очка, сделал три подбора, дал передачу и отметился блокшотом. В итоге сборная единой лиги, благодаря результативной игре Сенегубова, победила Ассоциацию студенческого баскетбола со счетом 74-69. И еще одна убедительная победа самарцев, но уже на счету паралимпийцев. В Подмосковье завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде для лиц с проблемами опорно-двигательного аппарата. На дорожки вышли более 150 спортсменов из 33 регионов. В этой гонке сборная Самарской области выиграла 11 медалей – три золотые, семь серебряных и одну бронзовую. Сергей Сухарев на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем стал чемпионом. Попутно установил два новых рекорда страны. Вячеслав Ленский на 100 метровке финишировал тоже первым. А вот на комбинированную эстафету 4 по 100 сил самарцам, чтобы стать национальными чемпионами, не хватило. Они заняли третье место. В первые весенние выходные стартует вторая часть чемпионата страны по футболу. Крылья Совета в первый матч проведут в Саранске 5 марта. Хотя по регламенту соревнований игра должна была пройти на родном стадионе. Но поле «Металлурга» пока не соответствует стандартам Премьер-лиги. Поддержать любимую команду в Мордовию поедут более 200 болельщиков на шести автобусах. Первый соперник Крыльев в 19-м туре – один из лидеров Премьер-лиги – клуб Ростов. Он занимает второе место. Советы 12-е. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал «Самара ГИС» в кабельных сетях города. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения. И смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Хорошего вам праздника и отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова